Безопасный город, социальные карты и внедрение IT-технологий. Губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский и вице-президент Сбербанка Михаил Чачин обсудили планы по развитию сотрудничества. Участие в рабочей встрече приняли заместители главы региона Татьяна Лагвиненко и Юрий Бездудный, а также руководитель Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого округа Павел Окладников. В начале встречи губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский обозначил те направления, по которым региональные власти готовы развивать сотрудничество. Первые два лежат в области IT-технологий и развития безопасного города, одновременно безопасного-умного города. Мы хотели бы здесь более комплексно подойти к этому вопросу. Второй сюжет у нас связан с внедрением проекта по социальной карте. Как отметил глава региона, социальная карта жителя округа должна стать единым документом, который будет содержать персональные сведения о человеке, информацию о положенных льготах и сможет быть платежным документом. Также в ходе встречи Александр Цибульский обратился к вице-президенту Сбербанка Михаилу Чачину с предложением рассмотреть возможность участия банка в реализации проекта 1-процентной ипотеки в Ненецком округе. У нас до недавнего времени в округе действовал проект по 1-процентной ипотеке. Мы его реализовывали, естественно, с компенсацией из регионального бюджета выпадающей ставки для банка до ставки рефинансирования. У нас нашим партнером в этой работе был Московский индустриальный банк, МИМ. Но потом они попали под санацию, и в этом смысле они приостановили такие операции, которые посчитали для себя высокорисковыми. Я не знаю, и ваш руководитель выступал, и президент недавно сказал, что государственные банки в этом смысле должны идти навстречу регионам. Мы со своей стороны готовы и законодательно, и у нас это уже закреплено, наши обязательства по компенсации вот этой дельты для банка. Комментируя возможность участия банка в региональном проекте ипотечного жилищного кредитования, вице-президент Сбербанка Михаил Чачин отметил, что вопрос доступности жилья является приоритетным, поэтому будет создана рабочая группа, которая изучит все возможности и подготовит соответствующее предложение. Ну а сегодня в рамках рабочей встречи представители ПАО Сбербанк презентовали руководству региона возможности комплексных решений по цифровой трансформации и практическому воплощению концепции «умный город». Речь в частности идет о решениях по созданию цифровой инфраструктуры, автоматизации деятельности органов государственной власти и создании в регионе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Кроме того, Сбербанк готов предложить региону технологии по распознаванию лиц, объектов и речи для использования в различных сферах, в том числе в целях реализации программ по безопасности. Конкретные предложения по развитию сотрудничества будут сформированы в течение месяца.